Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Черкасова, нутрициолог, руководитель международного фитнес-проекта. Здравствуй, Оля! Здравствуй, Мария! Продолжаем говорить с тобой о питании. И сегодня давай прям тщательно поговорим о том, что мы едим. О, да! Очень актуальная тема, особенно после новогодних праздников, после всех каникул, когда, в общем, душа что просила, то и получала, а теперь приходится как-то с этим жить. На самом деле просила не душа, просил мозг. Мозг большой наркоман, я тебе скажу по секрету. Ему нравится получать вот это удовольствие от еды. Организм с ним не согласен. Он борется, он всячески сигнализирует тяжестью в животе. Он сигнализует о том, что ему тяжело, о том, что отдышка появляется. Он показывает всеми возможными способами, что умоляю, начни по-другому питаться. И идёт такая борьба между мозгом, который говорит, давай ещё немножечко что-нибудь найдём, полег, типа в тучку съедим. Да, да. И те, что организм говорит, боже, я больше не могу. Ты видишь, я как надулся. Я сейчас взорвусь. Да, организм очень-очень умудрый. Он устроен по формату баланса. Найти этот сложный баланс, когда нужно и сытно питаться, и вкусно. И в то же время, чтобы этого было не много, не мало, не переедать. Такая целая-целая наука, которая крайне необходима. Ну вот как всё-таки придерживаться того самого правильного питания? Далеко не каждый может обратиться за помощью к нутрициологу или к диетологу, кто выстроит конкретно под организм человека, учитывая все его особенности, собрав некий анамнез, анализы клинические. Безусловно, это ведь тоже очень важно. То есть вот как научиться правильно питаться? От чего всё-таки стоит отказаться? От каких вот моментов? Ну, наверное, для начала нужно понять то, что происходит с нами сейчас, как мы выглядим, какие у нас есть болезни, возможно. Это вследствие того, какой образ жизни мы ведём. Да, малоподвижный образ жизни, много вредной еды. То есть если не исправить свой образ жизни, образ мышления, то в принципе исправить что-то будет невозможно. Невозможно. Невозможно просидеть 10 дней на диете и потом подумать, что всё, я молодец. Я испытала эти мучения, да, потому что чаще всего от незнания диеты, это какие-то монодиеты, это страдания, это лишения. И организм от этого только больше страдает, к сожалению. То есть мы, получается, из одной крайности переходим в другую. И ни одна, ни другая не приносит организму ни пользы, ни здоровья. Оль, как всё-таки сохранить вот тот самый баланс и не впадать в крайности? Ну, самое первое и, наверное, единственное, с чего можно было бы начать на этом остановиться, это потреблять меньше, чем мы тратим. Всё. Всё. Не бывает каких-то волшебных процедур, которые как-то смогут что-то изменить. Да, потребление меньшего количества калорий, при этом большее увеличение, да, активности, это залог того, что ты будешь чувствовать себя хорошо. Да, если тебе... Но ведь совсем без калорий тоже нельзя? Конечно. Очень важно, да, придерживаться того, что организму нужно напитать. Организм нужно давать ему самое всё необходимое. Пускай это будет дробное небольшое питание, пускай ваш завтрак будет более плотным, сытным, нежели чем просто одно яичко и чашка кофе. Да, либо просто чашка кофе. Перенесите баланс с ужина плотного, такого добротного, да, на завтрак. То есть нужно распределить все приёмы пищи, нужно сделать так, чтобы организм не испытывал чувство голода. Это очень важно, да, чтобы мы не доводили себя до состояния, когда организм уже просто подвывает его животик, умоляет, говорит, я хочу съесть. Потому что при такой ситуации организм просто запасёт это при себе, оставит на прозапас. Да, это как мы разговаривали в предыдущих эфирах про воду. Так же и здесь. Но очень важно не переедать, да. Очень важно пытаться поймать этот баланс 80% сытости. Я почти наелась, но вот две ложки я оставлю. Да, лучше через 2-3 часа завершить трапезу этим или каким-то другим приёмом пищи. Это будет гораздо-гораздо правильнее для организма и легче. Как высчитать калории? Как это посмотреть? Сейчас огромное количество программ, которые вам рассчитают калории. И это сделать несложно самостоятельно. Вопрос даже не в том, сколько калорий ты съешь, а в том, какого качества они будут. То есть баланс белков, жиров и углеводов должны быть действительно максимально продуманными. И люди, которые не умеют и не знают, к сожалению, они впадают в крайности. Они начинают открывать интернет-пространство, где ПП-выпечки, ПП-пиццы. И абсолютно не понимают, что и как взаимосвязано. В двух словах, наверное, всё-таки этого не объяснить. Нужно больше есть свежих овощей. Это базовые моменты. Нужно обязательно в каждый приём добавлять немного белка. Это может быть и яйцо, и белковые крупы в виде кеноа. Для девочек, кстати, рекомендую. Действительно самая ценная крупа. Это и лёгкие варианты животного происхождения белки. Мясо, птицы, рыба. Нужно максимально разнообразить свой рацион. То есть с огромным удовольствием нужно вникнуть в этот процесс. Но не скажу, что это действительно очень просто. Всё-таки было бы замечательно, когда человека может контролировать специалист. И специалист, который не настаивать будет на жёстких диетах, не на монодиетах, а который будет учить именно здоровому образу жизни. И правильному питанию. Одно и то же есть. Потому что диета с древнегреческого и переводится как «здоровый образ жизни». То есть мы сейчас очень сильно исковеркали понятие диета. К сожалению, это не жёсткие ограничения. Нет, это наоборот была правильно. Здоровая еда, правильная еда и здоровый образ жизни. Оль, вот всё-таки если возвращаться к питанию, то преобладание каких продуктов должно быть в рационе человека? И от чего вот точно нужно отказаться? Точно нужно отказаться от фастфуда. Точно нужно отказаться от рафинированного сахара. Это те продукты, которые созданы руками человека. Всё, что сделал человек, к сожалению, это те продукты, которые трудно усваиваются. Очень важно исключать неправильные жиры, трансжиры, которые сейчас просто напичканы в магазины, напичканы продукты. Обязательно выбирайте состав, читайте состав, выбирайте качественные продукты, которые, может быть, будут чуть подороже, но вы не будете сомневаться в том, что в этом продукте какие-то замены мяса или молока или каких-то ещё других элементов. Очень-очень нужно действительно заботиться о себе и выбирать качественные продукты питания. Сейчас, когда приходишь в любое время года, когда приходишь на рынок либо в какой-то супермаркет, огромное изобилие разных фруктов и овощей. Причём большинство из них, конечно же, не являются сезонными. Вот ты как считаешь, стоит ли их есть? Или лучше, например, черешню есть летом? Яблоки осенью? Ну, сезонные фрукты, сезонные овощи – это самое кладезь витаминов. Самое, это просто. Вот если есть у вас дачи или бабушки, которые смогут вас снабдить домашними ягодами, фруктами, овощами, это просто будет бесценно. Не отказывайтесь от этого. Лучше заморозьте на будущее, на холодную зиму, и это будет полезнее, чем то, что в магазинах. Очень часто покрывают специальным слоем восковым. Возьмите просто элементарное яблоко и поставьте его под строй воды. Пускай оно там минут 15-20 постоит. Вы увидите, что спадет эта восковая прослойка, цвет пропадет, и через полчаса даже это яблоко начнет уже потихонечку разлагаться. Соответственно, лучше, конечно, выбирать продукты сезонные. Либо я очень рекомендую выбирать замороженные. Те же, допустим, овощи в виде брокколи, цветной капусты, фасоли. Огромное количество вариантов можно найти в замороженном формате, и они будут, ну, может быть, чуть менее ценные, чем свежие, но не менее ценные, чем те, которых просто нет. Лучше съесть такие овощи, чем есть овощи совсем. Если говорить и касаться вопроса приготовления, точнее способа приготовления той или иной пищи, можно ли жарить? Или все-таки стоит больше обратить внимание на пароварку, мультиварку, запекать продукты? Есть пять способов приготовления. Первый и самый качественный – это именно на пару. Причем на пару – это либо пароварки, но тут очень важно, я видела много раз, когда перевариваются, выставлять правильно время. Либо старым бабушкиным средством кастрюлька, ситочка и выкладываем туда необходимые нам ингредиенты. Закрываем крышкой буквально пять минут, и такой способ приготовления, он максимально равномерно распределяется по пище и максимально много сохраняет в себе полезных веществ. То есть мы… То есть пароварка номер один, в принципе. Можно сказать так, да. На пару самый-самый главный способ приготовления. На втором месте идет в собственном соку запекание. Когда мы берем фольгу, заворачиваем, либо специальные пакеты заворачиваем. В таком формате очень сильно экономится время. Да, чистые руки, чистая духовка. Для девочек на самом деле огромное спасение, у кого большие семьи, как у меня, например. Закинул все в специальные пакеты, завернул, в духовку поставил, буквально так же полчаса, и у тебя готовая вкусная еда. Чуть менее равномерно распределяется приготовление пищи, но максимально сохраняются так же все полезные витамины, макроэлементы, микроэлементы в этой пище. На третьем месте варка. Хотя, казалось бы, да, такой популярный способ приготовления, но овощи и мясо беднеют при варке. Овощи беднеют на 30% мяса, может даже до 40-50% доходить. И очень важно здесь смотреть, конечно, за тем, чтобы не переварить, если касается овощей. Потому что, когда они развариваются, нарушаются все молекулярные связи, витамины, к сожалению, уже теряются в таком блюде. И мясо, когда мы варим, к сожалению, очень много канцерогенных сейчас вариантов мяса, обязательно сливать первый бульон, готовить на втором. На четвертом месте стоит гриль. Да, вот форматы гриля. Такой вот открытый огонь, либо гриль. И только на пятом месте жарка. Причем жарка делится на несколько подтипов. Да, самый оптимальный вариант – это жарить на сливочном топленом масле. Кстати, да, очень много вопросов, почему не на растительном. Но на растительном – это самый-самый последний способ приготовления. Поэтому выбирайте правильные способы приготовления, заботясь о себе, о своем здоровье. Оль, мы поговорили с тобой про способы приготовления пищи. Но еще немаловажно, наверное, то, как мы их сочетаем и с чем мы их сочетаем. Вот как ты относишься к майонезным салатам, которые в огромном количестве были представлены, ну, практически, наверное, на каждом новогоднем столе, практически в каждой семье. На самом деле майонез можно заменить собственным приготовлением. И это будет очень полезно, это будет не менее вкусно. Мы на зло, давай будем честны со всеми, поэтому делайте домашние варианты. Вкусное зло. Относительно, да? Вкусное понятие относительное, да? Потому что то, что, опять же, сигнализирует мозг, и то, что сигнализирует наш организм, очень сильно расходится. Берите любой греческий йогурт, да, как вариант Теос, добавьте туда лимоновый сок и немного горчицы, можно чуть-чуть даже желтка, черного молотого перца. И у вас уже будет очень классный соус, который ничуть не будет уступать по вкусу от майонеза. Этим блюдом можно заправлять, этим соусом можно заправлять любое блюдо, любые салаты. Можно подавать как отдельный гарнир, добавить туда свежего, немножко огурчика натереть. Будет и рыба. Так, рассказываешь, очень вкусно. Да, то есть, на самом деле, всегда есть альтернативы, всегда они будут более полезными, более интересными, и они даже будут выглядеть как ресторанный вариант. И ваши гости наверняка оценят это. Скажут, что за интересный соус. Что-то особенное, да. Что-то особенное. И тут можно делиться секретами приготовления полезного майонеза. Да. Оль, вот мы немножечко коснулись темы ПП-десертов, ПП-выпечки, да. Давай сегодня, может быть, развенчаем миф. Вообще существует ли она? Нет. Я думаю, на это можно остановиться. На самом деле, вся... Или это только маркетинг? Маркетинга, да. Вся индустрия устроена на том, чтобы подсадить человека на что-то, да. И самое легкое, это сделать той же выпечкой. Ну, мука, она и в Африке мука. Не важно, рисовая это, да, марантовая. Она останется мукой высшего сорта, да, по факту. Поэтому, если вдруг это выпечка, и вам там, допустим, нравится делать свой хлеб, то есть выбирайте именно цельнозерновую муку, да, грубого помола. У вас не получится мягкой пышной булочки. Это будет такой кусочек мощного, твердого такого хлебушка, да. Но вот он будет полезным. Поэтому все, что ассоциируется с нереально вкусно, да, вот, и добавлю туда еще сахарозаменителя, вроде как, да, на ПП, я добавлю туда варенье, но ведь совсем немножечко, муки, творог я замешаю, да. То есть тут много таких факторов, которые действительно нужно учитывать. Есть варианты вкусных и правильных блюд, но они, к сожалению, не транслируются так открыто, потому что, может быть, они не такие приторные, не такие сладкие, как нам хочется. Да, но такие варианты есть, да. На основе творога также можно делать много интересных блюд. Много-много рецептов, но действительно тут нужно быть очень избирательным и понимать, что не должно быть в таких составах ни в большом количестве меда, это все равно тот же быстрый углевод. Не должно быть муки высшего сорта, не должно быть каких-то вареньей добавленных, да, там, или огромного количества какао. То есть все должно быть в меру. И иногда, конечно, побаловать себя надо, может быть, да, и даже иногда это может быть полезно, чтобы похвалить себя, да, за какие-то огромные труды. Но никогда нельзя делать из еды культ. Лучше похвалить себя красивой покупкой нового платья. Может быть, даже на размер меньше, да, чтобы стремиться к новым формам и новым идеалам. Оль, в завершении программы давай еще раз перечислим все, от чего стоит отказаться. Нужно отказаться. На самом деле это огромный список, черный список, да, сахар, фастфуды, газировка, все выпечки, да, вся кондитерка, которая сейчас на прилавках, к сожалению, также находится под запретом. Консервы, в которых много соли, к сожалению, также могут вызывать отечность. Они не подходят для здорового образа жизни. Очень важно понимать, что масло должно быть хорошего качества, да, ни жиры, ни маргарина, а именно хорошие масла. Если сливочные, то 82,5%. Если растительные, то масла нерафинированные, первого холодного отжима. Нужно исключить алкоголь, к сожалению. Алкоголь нереально калорийен и очень сильно стопорит все процессы жизнедеятельности, в том числе и даже похудение, да, если это касается здоровья. Поэтому, ну, это первое, наверное, основное, о чем нужно задуматься. На пути? На пути к правильному, к стройному телу. И здоровому образу жизни, что немаловажно. Одно без другого не может быть. Да, ты правильно заметила. Так что, в общем-то, к лету, и не только к лету, вообще у всех есть возможность изменить, только год начался, в общем-то, изменить свою жизнь, изменить свое питание, просто немного его подкорректировав. Да, вы уже будете чувствовать себя гораздо бодрее, веселее, вы будете просыпаться легче, засыпать легче. Всего лишь, да, сделав небольшие правила. Уберите сладкое, уберите алкоголь, уберите всю муку высшего сорта, которая встречается на вашем пути. Добавьте овощей. Добавьте овощей. Добавьте зелени, зелени, легкого белка в виде птицы, рыбы, морепродуктов. Сделайте ваш рацион максимально разнообразным. Пробуйте разные крупы, цельнозерновые крупы. Они будут кладезем для вашей энергии. Да, это топливо для организма. Это очень-очень важно. И ваша жизнь заиграет новыми яркими красками. Оль, спасибо за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.